Доброе утро, Москва! Ирена Морозова, она, мало того, талантливая, она еще народная артистка России, представляете, ведущая актрису цыганского театра «Ромэн»! Ей аплодисменты! Спасибо большое! Здорово выглядите вообще! Такое представление, спасибо! Вы знаете, я вот когда вас увидела, входящей в студию, я думаю, боже мой, вот она, замечательная актриса, замечательная актриса, талантливая, превосходная женщина из сериала «Кармелита», вот она вживую, я ее увидела, наконец-то! «Кармелита», да. То, что сыграно 70 ролей на театре, то, что снималось где-то в кино, то, что концертная деятельность огромная, да. И во всех тех городах, которых и союзных, близлежащих республик, и в дальнем зарубежье, сколько было всего концертов и всякого всего, ну как-то после «Кармелиты»… А может потому, что она одна из последних, вот как раз? Может быть так, но дело в том, что просто это «Кармелита», это, я не знаю, это какое-то триумфальное шествие по странам мира. Лед какой-то. Просто это что-то. И уже, ну, конечно, у меня бывают концерты, вот совсем недавно прошел концерт, 16 января у меня был концерт сольный. И вот сейчас у меня готовится, 21 февраля будет мой юбилейный спектакль и бенефис мой в театре «Ромен». Но, тем не менее, все-таки как-то вот о «Кармелита» и вопрос о «Кармелите». Сразу же, да? Вы знаете, я так думаю, что, в общем-то, это, ну, цыганское искусство, вообще цыгане во всем мире как-то занимают особое положение. Культура вот исполнения пения, танцев, вот она как-то очень близка всем людям во всем мире. И даже в Японии. Да. Это что-то. То есть вы были в Японии, и вы там увидели себе такое? Да, Япония, да нет, Япония просто нас, это было еще в прошлом веке, когда, в 82-м году, была первая зарубежная поездка театра. И когда мы туда уезжали, нам сказали, ну, вы знаете, конечно, японцы, они такие сдержанные. Так они же открытые, они добродушные, как дети. Они, конечно, ваши, это искрометное, это искусство. А, то есть они так думались, да? Так думались, и отправлялись специально вам... Да, но вы посмотрите 21-й век. Ну, и хорошо, и ладно, и слава богу. Но когда мы приехали в Японию, и когда начались наши концерты, и когда начались эти триумфальные шествия людей в кимоно, дамы, и вообще эти дети, которые танцевали, бегали в проходе, а дамы, которые подходили и на авансену раскладывали свои развернутые веера, мы потом поняли, что это... Это какой-то знак? Да, знак открытой души. Души, знак признательности, да? Знак признания таланта вашего. Ну, я думаю, что вообще цыганская песня, цыганский танец, вообще вот это искусство, оно не может никак не тронуть душу. Я думаю, что это надо быть совсем каким-то букой, чтобы не проникнуть. Ну, знаете, как? Вот полагали, что это будет вот так, да? Но, тем не менее, вот победа произошла. Но просчитались! Скажите, раз у нас вот программа «Доброе утро, Москва», у нас традиционный вопрос есть такой к гостям. Ваше утро, оно всегда доброе? Всегда. А вы рано встаете? Почти всегда. Да? А, например, сегодня я просто не спала вовсе. Так получилось. Я вчера приехала со съемки где-то в начале первого, поэтому я могла лечь спать где-то уже в начале третьего, но мне спать уже не хотелось, не хотелось, не хотелось. Ну, я вам могу сказать, Иран, что вы бодрячком, все время бодрячком. Это, наверное, все-таки удел талантливых, уже знающих себе цену актрис. Думаю. Вообще, вот эта многолетняя практика, да, работы в театре, она что для вас, значит? И не только в театре, да? Я понимаю, жизнь там. Да, не только в театре. Это, театр, это вообще очень сложный организм. И знаете, как в театре нужно много сил, много организованности и выдержки, и выдержки, и стоицизма. И что до меня, то у меня такое впечатление, ну, про меня говорили режиссеры, там, главный режиссер или художественный руководитель, главный режиссер, говорили, у нее такой плохой характер, то есть про меня. А с чем это было связано? А связано с тем, что я в процессе работы всегда... Имела свое мнение, наверное, да? Да, и я всегда его высказывала, и не всегда это совпадало. Это было с самого начала, вот как только я пришла в театр, маленькая девочка еще. И тогда у меня уже было свое мнение, и тогда я его высказывала. Мне казалось, я была так воспитана, что надо говорить все, что ты вот считаешь нужным. В знаменитом сериале «Кармелита». Ирина, скажите, а вот у вас как вообще закрутило, завертело вот этот вот сериал? Я, знаете, не хотела в нем сниматься, просто так получилось, что на моем концерте оказался продюсер этого будущего сериала, известный продюсер Юрий Михайлович Беленький. И он на моем концерте был, я ему, видно, очень понравилась, и он подошел и сказал... Не видно, наверняка очень сильно понравились. Понравилось. 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 И он сказал, знаете, вот мы сейчас будем снимать, и мы бы хотели, чтобы вы приняли участие в нашем сериале. Я, конечно, согласилась, говорю, да, да, конечно, да. Да. И вот прошло чуть ли не полгода, а я знаю, что много приглашают, и очень часто... Много чего говорят, многие подходят, и звонят, и все, и ничего нету, ничего нету, ну и не надо, значит, так должно быть. Вдруг раздается звонок. Вы, конечно, думаете, что мы вас забыли, но мы и не забыли, и мы вас приглашаем, вот приходите. Да. И я пришла, я пришла вся из себя, вроде бы я еще ничего так, а мне говорят, у нас, вы понимаете ли, две героини 18 лет, одна 30, а одна 80. И я говорю, так, значит, я не 18, не 30, значит, я 80. Но мы сделаем ее помоложе. Я говорю, нет, вы знаете, что мне это неинтересно, но неинтересно мне это, я не хочу. Я не хочу играть в этом сериале, я хочу сыграть в каком-нибудь историческом сериале. Я категорически отказалась. Да, категорически. Что же было потом? Сказала, нет, я не могу. А тогда мне развели руками, говорят, ну что вы, это же многосерийный сериал вообще такой. И кто бы вообще отказывался? Я говорю, нет, дело не в этом, но мне неинтересна просто сама тему, вот эту вот бабушку такую. Послушайте, мне сказал Юрий Михайлович, соглашайтесь, пожалуйста, мы сделаем ее моложе. И вообще мы вам сделаем любовные всякие разные сцены. О, ну тогда давайте. Ну тогда давайте. И тогда я сделала пробу, ее повесили там в кабинете. И когда следующие наши общие знакомые приходили, говорили, а это кто? А им говорили, это Ирена Морозовна. Кто? Это я такую сделала пробу. А потом я с большим удовольствием принялась за эту работу и снималась, и вспоминала. Прекрасные образы передо мной проходили и великолепных, и певиц, и просто людей. Я какой-то собирательный образ и моей бабушки, и моей мамы, как они вели себя, что они говорили. Ну как раз там действительно, вот у вас в совокупности такой образ действительно получился. Вот такая вот женщина довольно-таки, не скажешь, там 80 лет, то есть такая молодая достаточно. Ну в общем она, хотя она и в общем-то в возрасте, понятно, но она деятельная. А главное дело в том, что я просто действительно, мне удалось вот я воплотить то, что мне было дорого видеть в других людях. И вы знаете, это, видно, дошло. Да, да, да. Это перешагнуло. Самое удивительное, что обещали, то и сделали. У вас там любовь, по-моему, да, даже в сериале? Любовь уже, так сказать, на старости лет. Так приятно, так все здорово. А что украшает женщину, как вот не любовь, как не чувства, не эмоции? Скажите, а вы в жизни готовите? Вот у вас остается время самой готовить? Или вы ходите по ресторанам? Я вас умоляю. Нет, ну какие? Ну рестораны бывают по праздникам, потому что просто у меня, просто нет времени. Вот, потому что надо быстро. Надо все делать очень быстро. Ну, мне, конечно, сейчас помогает моя сноха, жена моего сына. Да. А знаете, кто нам помогает? А нам и нашим телезрителям помогает рубрика «Вкуснятина». Вот, кстати, она должна сейчас вот прям буквально начаться и удивить наших телезрителей каким-то простым, несложным рецептом утреннего завтрака. Так. Я сегодня завтракаю в компании с Ириной Морозовой, народной артисткой России, ведущей актрисой цыганского театра «Ромэн». И вообще очень красивой женщиной. Спасибо. Кстати, красота – это страшная сила, да, Ирена? Да. Да. И поэтому мы должны заботиться о том, чтобы наши телезрительницы были бы такими же стройными, как Ирена, или, например, как скромная я, ведущая Алена Стефанова. Вот мы сегодня приготовили оригинальный салат. Почему? Потому что он слишком простой. Мы даже удивляемся сами сидим, вот с Ириной обсуждаем. В него входит только лишь мелко нарубленное яблоко, картофель отваренный и нарезанный мелко, лук, соответственно, растительное масло, в которое мы будем поливать сверху салатик, значит, соевый соус, плюс ко всему перчик и соль. Салат называется «Вегетарианский». Тут ничего не попишешь. Вот мы тут уже советовались, и Ирена внесла свои коррективы, что можно еще добавить. Но я пока начинаю смешивать ингредиенты, которые нам приготовили. Да, конечно, конечно. Нет, ну а я могу сказать, что я готовлю салат вот из яблок и сельдерея, это очень вкусно. Лук я тоже добавляю, но вот сельдерей и яблоки – это потрясающе вкусный салат, поверьте мне. А вот яблоки вообще добавляю почти во все салаты, даже в оливье. А, кстати, какой-то он придает вкус такой приятный, да? Даже в оливье, но с яблоками, со свеклой, вот тертые свеклы, яблоки, изюм, курага, чернослив – это вообще очень полезный салат. Будет отпад. Да, это очень вкусный салат, очень красивый. Да, от такого салата отказаться невозможно. Ирина, а скажите, а вы часто сидите на диетах? Ни разу в жизни. Никогда, да? Никогда. То есть вам дана фигура вот такая прекрасная от бога? Да, вот такая прекрасная, но если она такая прекрасная, может быть, она когда-то была неплоха. Я думаю, что очень многие телевизорительницы вам позавидуют. Нет, вы знаете, что дело не в этом. Во-первых, зависть – это не самое лучшее. Белый, белый зависть. Да, белый. Белый можно. Ну, белый – это значит попытаться сделать так же. По-доброму. Такая красивая женщина. Да. И сказать, я тоже такая же. Вот такая, да? Да. Потому что все отрицательное, что бы мы ни ели, тогда все равно пользы никакой не принесет. А знаете, красиво смотрится. Да я смотрю и сама удивляюсь. Вегетарианский салат. Знаете, очень красиво, да. Да, сейчас я ее перемешаю. Можно даже не мешать. Да? Да, лучше не мешать, а лучше аккуратненько поддеть. Аккуратненько выкладывать сразу на тарелочку. Аккуратненько, вот так, да. Давайте, я попробую. Чтобы было. Давайте я. Давайте, давайте. Хорошо. Вот так, да? Да. Сразу же видно, что человек работает. Да, наши телезрители наверняка воспользовались вашими рекомендациями, Ирена. Да. И уже зафиксировали. Кто-то пошел кромсать орешки быстрее, на терку тереть. Да, да, да. Грецкие орехи, да. Кто-то быстрее рубить чернослив. Это очень полезно. Орехи, да. Еще очень полезно добавлять кедровые орехи во все салаты. Они как-то на давлении отражаются, да? Вы знаете, что у них, ну, они очень полезны, это особый разговор. Я знаю, что лечебные свойства какие-то они имеют. Ну, это особый разговор, они очень полезны. Благодарю. Но они еще и придают специфический вкус. Очень-очень-очень вкусно. Да, изысканный такой вкус, да. Ну, давайте попробуем наш салатик вегетарианский. Давайте. И вы скажете свою оценку ему. Вынесите свое резюме. Ну, что? Ну, вообще, как бы, вегетарианцам есть можно. Кто соблюдает фигуру, кто не ест мясо. Вот как раз этот салат именно для вас. Нет, мне нравится. Да? Распробовали? Распробовали. Я думаю, что наши телезрители тоже распробовали этот вегетарианский салат. И теперь будут ходить с тройняшками. Это, получается, некая репетиция перед началом поста, да? Видите, я все съела. Да. Мне нравится. Ирина, а ваше фирменное какое-то блюдо, какое вы готовите? Ну, вот салат из креветок с сельдереем. Ну-ка. Ну, отваренные. Сложные? А, отваренные. Креветки. Сельдерей нарубленный. Листья сельдерея. И, естественно, лук. Лук. Да. Травки еще. И все, больше ничего. Только креветки и сельдерей. Ну, я вам хочу сказать, что креветки, они в Африке креветки. Нет, но это очень вкусно с сельдерей. Да? Креветки, это очень вкусно. Я думаю, наши телезрители обязательно попробуют и еще салат с креветками. А еще авокадо. Авокадо. Да, авокадо добавят обязательно, да. Ну, а мы вернемся буквально через несколько секунд. Не забывайте, что вы смотрите программу «Доброе утро, Москва» на телеканале «Семья». Прямо буквально после завтрака встречаемся здесь же, на этом месте, в этот же час. Вот мы позавтракали с Ириной Морозовой, народной артисткой России, ведущей актрисой цыганского театра «Ромэн». Вообще очень интересной женщиной, вообще красивой. И, конечно же, так, со мной, вашей скромной слугой, Аленой Степановой. Кстати, я хочу, знаете, что вам сказать. Вот у вас же когда-то все это началось, да, вот этот творческий процесс с самого детства же, да? Да, да, да. Как вы к этому пришли? Или все в семье было уже поставлено? Нет, ничего, нет. Просто это стечение обстоятельств. И я просто меня с детства, я в три года уже работала, так получилось. Потому что у нас там выкрыли документы, и нечего было есть, и меня, и я, и брат, мы с ним танцевали, и нам давали еду. Так получилось. Некоторое время пришлось вот танцевать и говорили, ой, девочка, артистка. Вот таким образом зарабатывали, да? Да, девочка-то в три года, девочка-то артистка, а потом уже была другая ситуация, но когда уже для раненых пела маленькая, раненые, а тогда были очень модные лилипутские театры такие, вот цирк лилипутов там, и говорили, ой, это же не девочка, это же лилипутка, это лилипутка. Никто не верил в то, что я так здорово работаю. Чтобы все-таки, да, чтобы профессионал уже такой в самом деле. Ну, и потом как-то за мной эта кличка, артистка настолько укрепилась, и как только надо было где-то выступить, сразу говорю, Ирена, иди там вот выступи. Надо. Да, надо. Ирена шла, выступала, ну, и, в общем, это так как-то, и мне это нравилось. Или когда говорили пожилые женщины, вот после войны, сразу там брали меня за рукой, говорили, спой, девочка, песню 22 июня, спой, стояли плачут там, или там в кармане маленьком моем есть карточка, спой, девочка. А я весь этот репертуар, в общем, и темную ночь, и все на свете я это... А вы можете прямо сейчас вот две строчки «Темная ночь». «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Супер вообще. Конечно, мне кажется, это еще такие песни, которые можно петь спустя многие годы, они все равно будут великими. Великими, да. Но это и сейчас прошибает слезу. Да, да, да. А тогда люди, потерявшие, да, своих близких... То есть единственная отдушина была эта песня. И вы поэтому... И дело в том, что я вот... И мне все равно что-нибудь обязательно дарили, а время было очень тяжелое. Я помню, как мне дали пирожное, которого я еще не видела, еще не видела. И я его держала и откусила так, что прикусила себе ноготь. И вмятина от двух этих рисов, она осталась вообще на всю жизнь у меня. В общем, какие-то такие вещи. Но время было все равно очень тяжелое, но очень доброе. Семья вас всегда поддерживала? Вот в вашем начинании тогда вы были девочкой, да, понятно, вы, может быть, где-то какие-то продукты даже приносили, да, там... Да я просто... Помогали как-то. Знаете, когда не было... Просто выкрыли документы в войну, и мы остались совсем без денег и без документов, а надо же было как-то жить. И на работу еще не устроиться, потому что нет уже документов. И нам и так дали какую-то баню, и там мама была. И вот когда я приходила и говорила, мама, я принесла тебе хлеб, мама рыдала, да. Да. Но вы знаете что, вот этот момент, воспитанный, быть может, случаем, но он остался со мной на всю жизнь. И я постаралась с детям своим тоже это как-то преподнести, так, чтобы я не рассказывала им о том, как я страдала там. Как трудно. Кстати говоря, я не страдала, когда я выходила и пела, я не страдала, я получала удовольствие, потому что я видела, как людям это нравится. И они за это благодарили меня. А потом как... Может быть, поэтому я и пошла, вот может быть, поэтому, потому что я видела вот это вот взаимодействие. И вы поняли, что это ваше, что это ваше жизнь, да? Да, 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 да. Очень рано я поняла, и в школе уже я там, и Тимурова команда, я была, конечно, Тимурой, конечно, да. И потом я уже постарше, когда стала, я уже организовала хор, мы пели «Тунайские волны», «Амурские волны», «На четыре голоса», вообще это было что-то. То есть я, когда я закончила школу, и мне нужно было поступать в «Аньяс», я поступила, но у меня была мечта, я хотела быть актрисой, и я пошла, я сказала, попросила маму, чтобы она меня отвела в театр, она меня отвела в театр «Ромэн». То есть вы бросили «Аньяс»? Нет, пока нет. Ага, вы думали еще, да? Да, да. Она меня отвела в театр «Ромэн», и там вся труппа театра сидела, все великолепные мастера, и я читала перед ними, и потом пела. И пела я французскую песню из репертуара «Монтана», и играл мне Николай Сыченко. Угу, да. Тот великий Николай Сыченко. Да, да, да. Он мне помог, потому что я заволновалась там, а он мне помог, и я спела, и меня приняли с французской песней. Я не пела по-цыгански, я пела по-французски. И сразу же, поступив в театр, я получила главную роль в спектакле, который готовился к 21-му съезду партии тогда. Да. Вот как так началось все это, и я помню, как-то мне тот же самый главный режиссер говорил, что тут как-то не... надо как-то ярче все. Вот если ты не сможешь, это не преодолеешь себя, придется роль отдать другой артистке. А я такой, ну хорошо, пускай она тогда и играет. Ну пускай, если у нее лучше, пускай. Ирина, а чего тоже вообще конкуренция? Вы знаете что, она, конечно, есть, но вот так получилось, что я легко уступала. Я легко уступала, я даже... И вам Господь еще больше доволен, да? Вы знаете, так складывалось, вот меня назначали на одну роль с кем-то, да, и я еще видела страдания от человека, который хочет сыграть эту роль прежде. Я говорю, ну хорошо, играю я. Потом... Я... Такая великодушная. Как-то, вы знаете, как-то так получалось. Или наоборот. Когда меня назначали на роль, на одну роль с другой актрисой, я видела, что меня просто съедят, заглотают и не подавятся. И тогда... И мне моя мама сказала, ну знаешь что, раз тебя так не хотят, давай занимайся-ка ты. Иди, пой, тебя смотри, как любят слушать, иди. И я начала заниматься концертной деятельностью, которые потом тоже уже мешали в какой-то степени. Ну мне кажется, так устроена Ирена Морозова, она знает прекрасно, что она светлый человек, и что она людям делает только добро, несет свою прекрасную улыбку, душу, песню. Вот я смотрю, здесь у нас альбомы ваши, да? Да, да. Мираж любви и друг гитара. Да, да. Вот таким вот образом, да, все выглядит? Да. Вы можете назвать какую-то любимую песню, скажите? Вы знаете, что я бы даже не могла... Вот одну, может быть, которая цепляет душу на протяжении многих лет. Ой, вы знаете, во-первых, у меня огромный репертуар, во-вторых, я вот на протяжении долгих лет дружила с Азабеллой Юрьевой. И я сначала как-то боялась петь из ее репертуара вещи, а потом спела, и она была на концерте, и она просто была... Она меня расцеловала и благодарила, и говорила такие слова, после которых ее стали приглашать все звезды, чтобы она к ним тоже пришла и сказала, потому что это прошло по телевидению. Но она была такой человек тоже очень... Скромный? Да, и очень чистый человек, и она никогда не могла кривить, никогда не кривила душой, и никогда не говорила то, чего она не чувствовала и не видела. Я думаю, что это правильно, если человек несет песню. Да, и она всегда говорила, боже мой, я ничего в жизни больше не умела делать, как только петь. Но то, что она на протяжении там нескольких поколений являлась любимой певицей, которая несла добро и любовь. Ну и, конечно, у меня есть... Вот в этом как раз альбоме есть из ее репертуара это и... Белая ночь, что-то здесь еще есть. Ну это, в общем, как сказать, какая любимая, я, знаете, как... Это трудно сказать, потому что они, в общем-то... Вы, наверное, каждую песню просто пропустили через душу, через сердце. Да, конечно, конечно. И они, наверное, очень-очень любимые вами. Они все любимые. А потом, знаете, я пою романсы, и их огромное количество. Я счастлива, что я, в общем, соприкоснулась с этим материалом. И это мне давало возможность. Кстати, тогда, когда мне было трудно в театре, и у меня не было ролей, я просто романсом играла мини-спектакль. А кто занимается непосредственно... Костюмом? Тем, что вас одевают, да, костюмами? Я. Сами, лично? Я. Да вы еще мастер золотой руки у нас. Это не золотые руки. Я шить не умею совершенно. Но я, в общем, разрабатываю все свои костюмы. Прихожу и говорю, надо вот так, вот так, вот так, вот так. Мне говорят, так нельзя. Я говорю, почему? А мне надо. Да. А почему? Потому что так нельзя ткань, это нельзя. Я говорю, нет, ну это моя ткань, мне не жалко. Давайте положим тогда. А потом получается великолепный костюм. Здорово. Ирэн, а скажите, вот у вас будет вскоре юбилейный концерт. Да, 21 числа. 21 февраля. 21 числа. Просто наверняка все повалят толпами к вам на концерт. Я думаю, что это будет именно так. И вы знаете, конечно, очень много пройдено. Да. Очень много уже достигнуто. Да. Такой возраст как раз, когда уже все понятно, но еще очень много хотелось бы. Да, хотелось бы. Хотелось бы. Вот вы бы чего хотели бы? Вот я как раз хотела... Немного, что хотела. Да вы знаете, цели-то цели. Вот я написала стихи себе в этот для этого бенефиса. Да, для этого, да. И там была одна такая строчка. Была бы у меня знакомых режиссеров рать, тогда бы что бы я могла сыграть? И Медею, и Федру, и Леди Магбет, и там... Да, 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 да. В общем, и я даю отрывки какие-то такие, которые бы я... Медея, я уже играла в отрывки. Но пока, а потому что режиссеров ратьи у меня нет, и мне как-то вот пока... Да, и там я... Даже у меня такие стихи там... Да, но кто-то скажет, ваша карта бита. Ну ладно, пусть. Тогда мне в утешение мой любимый сериал «Кармелита». Отлично, здорово. Да, да, да. Ну а нам в утешение наши именинники. Кстати, они уже ждут, когда мы их поздравим. В эти дни празднуют свои именины Владимир, Георгий, Игнатий, Леонтий, если есть такие люди с редкими, столь редкими именами, Павел, Федор и Ольга. Вот вам, пожалуйста, дополнительный праздник и пожелания от программы «Доброе утро, Москва» на телеканале «Семья» от нашей гости Ирны Морозовой. Да, да, да. Да, а самым лучшим подарком будет для вас, если вы придёте к ней на её творческий бенефис. Спасибо, Алёна. Я думаю, что у вас всё сбудется. Всё, к сожалению, наша программа подходит к концу. Да. А с интересными людьми всегда хочется общаться, общаться и общаться. Спасибо, Алёна. Ну, я думаю, что вы придёте к нам ещё раз в гости. Спасибо, если не позовете. И как раз расскажете, как же прошёл ваш бенефис. И какие вы строите планы на будущее. Спасибо, Алёна. Главное, чтобы у вас всегда была улыбка на устах. Всегда вы цвели, вот как сейчас цветёте. Я буду с вас брать всё время примеры, буду всегда спинку держать ровно и прямо. И уверенно идти по жизни. Спасибо вам огромное. Спасибо, Алёна. Ну, а нашим телезрителям напоминаю, что у нас была замечательная женщина, красивая, талантливая Ирена Морозова. Кстати, народная артистка России, ведущая актриса Цыганского театра «Ромэн». Смотрите нас каждое буднее утро, и ваше утро будет всегда добрым. С вами была Алёна Степанова. Кстати, Максим Рудаков вернётся вскоре. Субтитры подогнал «Симон»